10.16 в культурной столице, новый 2023 год, в который начинается с театральных премьер. 9 февраля в Тюзе имени Брянцева спектакль «Отречество» по мотивам одноименной повести Льва Николаевича Толстого из известной трилогии. Подробнее о том, что ждет поклонников хорошего театра и классической литературы, узнаем из первых уст. У нас в гостях режиссер спектакля Иван Орлов. Иван, доброе утро. И исполнитель главной роли Семен Толов. Семен, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Пьеса «Отречество» написана современным драматургом Ярославой Пулинович по мотивам, соответственно, повести Льва Николаевича Толстого, всем нам известной. Вот насколько тесно ваша версия пересекается с оригиналом? Вот это важно, что это действительно по мотивам, потому что, то есть это пьеса по мотивам современного человека, и это взгляд на сюжет как бы человека театра. То есть это мы взяли пласт Льва Николаевича, вытащили из него те узлы, которые максимально театральным языком можно выразить, и делаем спектакль. Поэтому как бы это вот по мотивам. Можно так сказать, что это выжимка? Или все-таки какие-то свои перипетии сюжетные были там? Скорее вот Ярослава Пулинович деформулировала какие-то события, обострила их, скажем так, обострила. То есть здесь нет какой-то новой сюжетной линии, которая там как-то перевернет с ног на голову этот сюжет. То есть она очень предана тому тексту, который Лев Николаевич написал, но в целом это все равно взгляд современного человека на этот материал. То есть здесь нет переноса во время, но есть современный ритм, вытаскиваются те сцены и темы, которые сегодняшнему зрителю будут понятны. Вот смотрите, отроченство до него детство, а после него юность. И детство, и юность вполне могли бы подойти для афиши театра юных зрителей. Почему именно этот период взросления человека заинтересовал вас так? Ну, это Семен, конечно, но в целом эта история именно касается подростков. То есть это вот те кризисы, которые прежде всего актуальны подросткам. И то есть, ну, условно, Николенький там в романе в этот момент, в повести 13 или 12, у нас такой более-менее расширенный, нет точной привязки к возрасту, но есть ощущение, что для зрителя 10 лет-16, ну или там 78, это те темы, которые могут их как бы задеть. Ну, Семен, вы достаточно молоды, и это прекрасно, но тем не менее вам не 13, и вжиться в роль, ну понятно, что вы сказали, что это все-таки персонаж условный возраст, и он такой скорее без возраста, но тем не менее, насколько сложно было вам вжиться в роль, и вообще как вы это сделали, ну, в общем-то, юного мальчика совсем? Да, вообще не сложно на самом деле. Я же был 13-летним, и моя задача только вспомнить, как это было. У вас голос очень хороший для 13-летнего, такой баритон. Ну, я стараюсь это как-то сглаживать, да, я понимаю. Вы меняете как-то голос? Ну, пытаюсь его поднимать, да, делать легче. Но я же не играю 13-летнего, я играю 22-летнего парня, который вспоминает о том, как ему было 13, и как ему было плохо, и как он перешел из жизни светлой, абсолютно чистой, в взрослую. А что было самым сложным для вас в работе над этим персонажем? Самым сложным? И работа продолжается? Да, она еще не закончилась, она только в начале своего пути. Интересная, что приходится преодолевать, может быть, в себе? Отыскать в себе свет, который был в этом персонаже. Потому что я понимаю, что во мне он тоже был когда-то. Потом со мной, как и с Николенькой, случились какие-то вещи, которые случаются со всеми, и нас ломают. И вот нужно вспомнить эти вещи, вот это самое сложное. Да уж, отыскать в себе свет, дело непростое. А насколько нам известно, необычное художественное сценографическое решение. Вот расскажите о нем, пожалуйста. Да, ну в самой повести два главных места действия. Есть поместье Иртенич и некая такая дача, мы так это называем, некая дача. И это огромное пространство, большое и свободное. И вот первая часть нашего спектакля, зрительный зал сидит на круге, который вращается на сцене, то есть круг. И действия происходят на аванс-сцене и во всем зрительном зале. Вот вы наверняка были в Тюзи-Брянцево. Ну и не один раз. Это уникальное пространство вот этого амфитеатра, большого и огромного воздуха, потолка невыносимо высокого. А следующие главы, которые происходят в Москве, зритель переворачивается на 180 градусов и упирается взглядом в стену, заднюю стену сцены. Арьер. И там уже очень маленькое пространство, такое чужеродное и враждебное главному герою, и дальше действие идет там. Ну и потом оно еще раз, несколько раз там переезжает. То есть вот эта игрушка, главная аттракциона, что мы немножко покатаем зрителя по сцене. И заставим посмотреть на всю эту историю под разными углами и с разных сторон. Спасибо вам огромное, благодарим вас, режиссер спектакля, Иван Орлов, исполнитель главной роли, Семен Толов. Желаем вам удачи, аншлага, пусть все пройдет на самом высоком уровне. Спасибо. Спасибо.